Украинские военные начали подготовку к участию в марафоне морской пехоты США. Сегодня в Киеве прошел отборочный этап. Из более чем сотни участников выбрали 10 самых ловких. Их видел Даниил Снисер. В американском марафоне украинцы будут принимать участие уже в третий раз. Все спортсмены участники революции достоинства и бойцы, которые пострадали в результате вражеских обстрелов на востоке Украины. В этом году в отборочном этапе участвуют около 100 наших защитников. Как правило, это члены семьи поранени, члены військовослужбовцев. Это волонтерские организации, которые помогают ветеранам. Самые ветераны. То есть, большинство участников, которые имеют отношение к оружейных сил США и откраин-партнеров. Это не соревнования, это попытка проверить себя. Для меня это новое. Видим, как говорят, оружие добудем в бою. Уже по ходу дела будем понимать, как нужно рассчитывать тактично и функционально свои силы. На фронт Вадим попал в самом начале конфликта на Донбассе, сразу после аннексии Крыма. Во время боев был ранен. С тех пор, говорит, и увлекся спортом, чтобы поскорее встать на ноги. Я сам по себе не бегун. Я занимался вільной борьбой. Мне довольно тяжело будет бегать на такую дистанцию. Но тут я могу встретить своих друзей, своих побратимей, которых очень хорошо знаю. Для меня это, в первую очередь, социальный защит и возможность увидеть своих друзей, принять участие в таком прекрасном заходе. Сегодня соревновались на двух дистанциях. На пятикилометровке с отрывом в полминуты от ближайшего соперника победил Николай. В 2014-м его настигла снайперская пуля на Институтской. В марафоне морской пехоты он участвовал и в прошлом году. Тогда победил на дистанции 42 километра, оторвавшись от всех еще на старте. На этот раз планирует дать фору соперникам. Марафон морской пехоты Соединенных Штатов входит в десятку крупнейших в мире. Ежегодно в нем принимают участие около 30 тысяч военных. В этом году забег пройдет в Вашингтоне в октябре. Данил Снисар, Павел Лысенко. Подробности в телеканал Интер.